Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон. В сегодняшнем видео мы будем разбирать один из самых эффективных препаратов. Это тренболон. Тренболон это анаболический андрогенный стероид, который создан на основе прогестерона и относится к прогестиновой группе. Это один из самых эффективных, но в то же время один из самых опасных препаратов. И сегодня мы подробно разберем, какие его эффекты, чем он эффективен, когда его можно использовать, когда лучше не использовать, и в чем вообще суть данного препарата. Плюс я покажу на анализах, как изменяются показатели на приеме тренболона в достаточно большой дозе. Приступим. Тренболон это препарат, который был разработан для животноводства достаточно давно. В отличие от других анаболическо-андрогенных стероидов, которые были разработаны именно для людей, тренболон разрабатывался не для людей. Но с учетом того, что он имеет схожую структуру, грубо говоря, с андрогоном, но существенно при этом отличается, он приобрел достаточно большую популярность в силовых видах спорта, в бодибилдинге, в пауэрлифтинге, в тяжелой атлетике. Но при этом, если, это мое предположение, что когда разрабатывалось большинство препаратов для людей, все-таки как-то старались, чтобы эти препараты, помимо того, что были эффективны, они были еще и безопасны. Потому что, судя с тех количества побочных эффектов, которые проявляются при тренболоне, когда его разрабатывали, думали только в первую очередь о эффективности. Потому что препарат действительно очень эффективен, но в то же время он обладает тем количеством побочных эффектов, которыми не обладает ни один из анаболической андрогенных стероидов. Четко понять, какая анаболическая активность у данного препарата сложно. Обычно данные приводятся, что он где-то от 3 до 5 раз сильнее, чем тестостерон. И анаболическая активность обычно равняется тестостерону. Сил тестостерона на 100, тренболона, скорее всего, на около 500. Поэтому дозировка тренболона обычно используется не очень большая. Она идет, как правило, где-то от 100, ну максимум до 200, в крайнем случае 300 мг в неделю. Очень редко спортсмены высокоуровня доходят до больших дозировок. Так обычно ограничивается достаточно скромными дозировками, если мы их будем равнять с тем же тестостероном, где с 300, наверное, только начинаются какие-то адекватные дозировки. В то же время на тренболоне на 300 они уже заканчиваются. Если продолжить описание препарата, то можно найти информацию, что у него невысокая андрогенная активность. Связано это в первую очередь с тем, что он идет на основе прогестерона. И, как правило, у большинства анаболической андрогенных стероидов андрогенная активность, как правило, ниже, чем у тестостерона. Поэтому, скажем так, она обычная. Ароматизации у данного препарата отсутствует. Но его химическая структура, из-за того, что это прогестерон, крайне схожа с эстрогенами, с эстрадиолом. Поэтому, когда делаются анализы на тренболоне, всегда очень сильно повышен эстрадиол. Так как оборудование, которое используется в лабораториях, оно не может отличить тренболон от эстрадиола в крови. И эстрадиол, и тренболон показывают как одно и то же вещество. Поэтому уровень эстрадиола, как правило, достаточно высокий. Он может колебаться от 400 до 1000 пикамоль. Когда несколько тысяч пикамоль, такой ароматизации, как правило, не бывает. Это практически невозможно. Даже при огромных дозировках тестостерона такая ароматизация практически невозможна. Именно по этому критерию можно определить, работает ли тренболон по анализам или не работает. Это сделать достаточно просто. Просто сдав анализ на эстрадиол. Когда кто-то рассказывает, что там короткий эфир тренболона повышает эстрадиол, длинный не повышает, это враньё. И первый, и второй эфир. Любой эфир, и три трен, это смесь эфиров, очень сильно повышает уровень эстрадиола. Если вы видите по анализам, что уровень эстрадиола у вас в норме, то, скорее всего, препарат у вас не тренболон. Это может быть что угодно. Начиная от пустого масла, заканчивая просто обычным тестостероном, но это явно не тренболон. Каковы эффекты тренболона? В целом, эффекты тренболона крайне схожи с любым другим анаболистско-андрогенным стероидом, в том числе и с тестостероном. Он увеличивает синтез белка, достаточно сильно усиливает аппетит, что, в принципе, достаточно важно в животноводстве, чтобы животные очень хорошо ели. Ну и, соответственно, это тоже важно для бодибилдинга. Поэтому его так любят бодибилдеры. Он сжигает жир, очень сильно увеличивает количество ретроцитов, снижает уровень кортизола, стимулирует секрецию гормона роста и секрецию инсулиноподобного фактора роста. Если про секрецию гормона роста не столь важно, потому что уровень гормона роста, как правило, достаточно низок, и небольшое его увеличение не приведет к каким-то существенным изменениям, стимуляция инсулиноподобного фактора роста – это достаточно положительный эффект и достаточно важный. Какие побочные эффекты тренбаллона? Сейчас мы разберем их теоретически, а потом еще будем смотреть на них на практике. Это более тяжелая послекурсовая терапия относительно тестостерона. Связано это с тем, что прогестероновые препараты, тренбаллон и нандролон, в большей степени усугубляют, так сказать, гипогонадизм или, можно сказать, восстановление. Восстановление после курса становится более тяжелым. Точного механизма объяснить я не могу, это я и наблюдаю с практики, что если мы используем нандролон или используем тренбаллон, после курсовой терапии, как правило, идет достаточно сложно. Большой ли это минус? В некоторых моментах – да. Иногда, если мы это сможем грамотно учесть, использовать большие дозировки антиэстрогенов, чаще сдавать анализы и добавлять при необходимости дозу антиэстрогена, возможно, этот побочный эффект можно и нивелировать на после курсовой терапии, но обязательно нужно это учитывать. Второе из негативных эффектов – это сильное быстрое повышение гематокрита. Сейчас на анализах дальше я покажу, как практически на 10% гематокрит увеличился меньше, чем за 2 месяца, и такое сильное повышение гематокрита практически сопоставимо с балдиноном. Балдинон, это, как правило, идет на больших дозах, у тренбаллона на меньших дозах, но повышение гематокрита и, в свою очередь, эротроцитогемоглобина происходит достаточно быстро и выраженно. Это обязательно нужно учитывать и при необходимости делать либо эротроцитофорез, либо флеботомию, либо просто изначально делать небольшую дозу, либо вообще не используя тренбаллон, если уровень гематокрита высокий. Если уровень гематокрита достаточно низкий, возможно, вы сможете избежать каких-либо манипуляций со снижением гематокрита. Также ренбаллон очень быстро и сильно повышает количество тромбоцитов. Это очень плохо, так как это, в свою очередь, увеличивает риск тромбоза. Если повышенный гематокрит не будет сильно увеличивать риск тромбоза, так как это, скорее, в большей степени будет влиять на повышение давления, и в длительной перспективе на нагрузку на сердечно-судистую систему, что может приводить к гипертрофии миокарда, к нарушению работы сосудов и повреждению стенок сосудов. Это побочный эффект гематокрита. Побочный эффект тромбоцитов в большей степени связан с тем, что вы можете никак не ощущать проблемы с тромбоцитами, но в один прекрасный день может сформироваться тромб. Это может быть инсульт, инфаркт и тому подобное. Поэтому повышение тромбоцитов настолько сильно все боятся. И в отличие от других анаболическо-андрогенных стероидов, которые практически не повышают тромбоциты, они могут повышаться только при каком-то некачественном препарате, тренбаллон практически всегда достаточно сильно повышает тромбоциты, из-за чего желательно все это контролировать очень тщательно на первых неделях и при необходимости добавлять там кардиомагнил и другие антиагреганты. Также, в отличие от других препаратов инъекционных, тренбаллон достаточно сильно гепатотоксичен. Его гепатотоксичность, конечно, не настолько большая, как у таблетированных препаратов, но больше, чем у других инъекционных. Если мы возьмем тестостерон и его какие-то адекватные дозировки, тогда тестостерон, в принципе, вообще не гепатотоксичен. Тренбаллон достаточно сильно гепатотоксичен. И при длительном курсе, скорее всего, придется по завершению курса использовать гепатотоксичность и восстанавливать работу печени. Вот такая вот проблема. Поэтому, общие мои рекомендации. Они примерно такие же, как и в старых видео, о которых я снимал про тренбаллон. Оставляйте тренбаллон более профессиональным спортсменам, либо при использовании тренбаллона очень тщательно контролируйте все показатели. И достаточно часто. Я бы рекомендовал, наверное, каждые две недели сдавать анализы на тренбаллоне, потому что могут очень быстро повышаться гематокрид, быстро расти тромбоциты, быстро портится печень. И на это надо быстро реагировать, в отличие от других препаратов, на которых можно сдавать анализы более редко. Дозировку для любителей я бы рекомендовал, если прям сильно хочется попробовать, очень маленькую, 100-150 мг, а большие дозы уже использовать только при имеющемся опыте использования меньших доз. Либо при большом весе, либо вы там профессиональный спортсмен. Вот такие основные мои рекомендации. От теории к практике. Рассматриваем анализы. Для начала поговорим про кровь. Я эти анализы уже публиковал на ютубе, но сейчас мы их рассмотрим подробно. Здесь мужчина, 33 года, и изначальные его анализы следующие. Гематокрит 42%. Это у нас анализ на 24-й, 09-е, 21-е года. И буквально по прошествию менее чем 3-х недель, точнее менее месяца, где-то около 3-х недель, мы видим, что анализы сильно меняются. Гематокрит повышается практически на 5%. Это достаточно быстрый, сильный рост гематокрита. Также есть проблемы с тромбоцитами. Надо учесть, что они изначально на высшей границе нормы, но они повысились очень быстро до очень высоких значений. В данном случае не надо делать флеботомию, не надо делать эритроцитофорез, но надо пить кардиомагнил. Человек пьет по 150 мг кардиомагнила каждый день, утром и вечером по таблетке. Как мы можем понять, что это все-таки тренбаллон, а не что-то другое? Мы видим анализ, что эстрадиол здесь 1400 пикамоль, тестостерон больше 120, и ГСПГ 10 наномоль, что упало с 30 до 10. Провоктин здесь нормальный, изначально у человека был высокий, и провоктин на тренбаллоне, в отличие от нандролона, растет не очень быстро и не очень сильно. Чаще провоктин не растет на тренбаллоне, чем растет. Здесь был изначально повышенный провоктин, поэтому мы его снизили. Анализ второй. Здесь мы рассматривали изначальный, и первый контрольный анализ, здесь уже анализ второй, непосредственно на курсе. Сначала кровь. Что мы видим по крови? Мы видим, что гематокрит у нас продолжает расти, и еще буквально за месяц он повышается снова на практически 5%, на 4%. И в данном случае он уже выходит за референсное значение, он 51,8. С учетом того, что курс был здесь очень короткий, и здесь уже мы подходим под конец курса, сливать кровь здесь не надо. Но если бы мы там продолжали, понимали, что курс еще будет идти 3, 4, 5 недель, наверное, все-таки стоило бы уже слить кровь, потому что гематокрит растет очень-очень быстро. Тромбоциты находятся на таких же больших значениях, но надо учесть, что идет прием кардиомагнила достаточно в большой дозе. Что мы видим по другим показателям? Тестостерон здесь тоже высокий, эстрадиол меньше. Тестостерон меньше, это связано с периодом поведения. Здесь анализ сдавался просто на 4 или 5 день после инъекции. Уровень АСТ-ЛТ также поднялся. Промежуточные анализы по АСТ-ЛТ не сдавались, но здесь мы видим, что они были сданы 24-го, сейчас 24-го, 0-9-го, сейчас 13-го, 11-го. Что мы видим? АЛТ поднялся, АСТ поднялся. Это, конечно, не такое сильное повышение, как у таблетированных стероидов, где, может быть, при каких-то плюс-минус адекватных дозировках, АСТ-ЛТ выходить за 100-150 очень быстро. Здесь же все-таки рост есть. Мы видим, что рост в 2 раза. Надо учесть, что изначальные анализы были достаточно хорошие. Но в то же время стоит учесть, что анализы ухудшились в 2 раза буквально за менее чем 2 месяца. Вот такой вот анализ, вот такие вот анализы на приеме тренд-баллона. Поэтому все это обязательно надо учитывать. Обязательно надо часто сдавать анализы и смотреть, чтобы все было хорошо. Поэтому тренд-баллон в теории использовать можно, но очень осторожно. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кого интересует личная консультация, ведение по курсу, либо терапия по повышению тестостерона, вы можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok